Каждый второй житель Таджикистана побывал в трудовой миграции. Из Туркменистана не выпускают граждан моложе 40 лет. Прямого вторжения с Афганистана в Таджикистан нет. Кыргызстан оказался в долговой яме. Рахмон потребовал вернуть студентов, получающих религиозное образование за рубежом. Члены более половины таджикских семей, по данным соцопросов, по меньшей мере один раз выезжали на заработки за рубеж. Такие данные привела директор исследовательского центра Шарк Саудат Алимова. Таджикистан – это неотъемлемая часть рынка туда в Российской Федерации. Миграции из горного Бадахшана, как правило, носят долговременный характер – более двух лет. А из Сагдийской, Хатлонской областей и районов республиканского подчинения миграция является сезонной, циркулярной, на 6-10 месяцев в году с возвращением на зиму домой. Цитирует доклад Алимовой агентства «Азия плюс». Это объясняется транспортной доступностью и экономическим положением регионов. Горно-Бадахшанская автономная область на юго-востоке Таджикистана – один из беднейших регионов республики с высокими показателями безработицы. Правозащитники отмечают, что в последнее время выросло число депортаций из России за нарушение миграционного законодательства в связи с ужесточением режима пребывания трудовых мигрантов из Таджикистана. Гражданин, где он проживает сейчас? Действительно? Бук-кю термейели, бук-кю термейели, бук-кю термейели! Аганна-печерала, елла! 25 июня дошегусцы узнали в миграционной службе города, что запрет на выезд из страны для граждан Туркменистана увеличен с 30 до 40 лет, сообщает корреспондент радиозатлик в регионе. Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета сказали, что в Вилаяте не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете, кто же работать будет, рассказал 36-летний житель района Сапыр Мура Туркменбаши. Примечательно, что о запрете на выезд из страны власти Туркменистана официально не объявляют. Также средства массовой информации не информируют население о наличии возрастных и иных запретов на выезд граждан из страны. Вместе с тем, к журналистам продолжают поступать сведения о трудностях, с которыми сталкиваются жители Туркменистана при выезде из страны. Мои близкие не могут выехать из Туркменистана на ПМЖ. Пожилые люди с детьми и внуками собирались пересечь накануне туркменно-казахскую границу на машине. Им пришлось провести сутки на жаре без еды и воды, в ожидании, когда откроют границу, сообщил один из местных жителей. Социологи отмечают, что более половины населения Туркменистана – это лица, не достигшие 40-летнего возраста. Таджикистан внимательно отслеживает активизацию неподконтрольных Кабулу вооруженных групп непосредственно у своих границ, сообщает информационное агентство «Азия Плюс» со ссылкой на пресс-секретаря пограничных войск ГКНБ майора Мухаммада Улук-Ходжаева. Улук-Ходжаев также подчеркнул, что опасности прямого вооруженного вторжения в Таджикистан нет. «Мы внимательно отслеживаем ситуацию вблизи своих границ с Афганистаном, особенно на тех направлениях, где отмечено скопление вооруженных лиц, входящих в различные экстремистские и террористические сообщества, такие, к примеру, как «Талибан» – «Исламское государство», – подчеркнул майор Улук-Ходжаев. «По мнению Улук-Ходжаева, сегодня нет необходимости перебрасывать из центра на границу с Афганистаном дополнительные войска, вооружение и технику. Имеющихся на границе сил и средств достаточно для отражения попыток незаконного прорыва госграницы Таджикистана», – отметил он. «Имея в виду прежде всего борьбу с экстремизмом и терроризмом. В центре внимания УДКБ должно оставаться наращивание тесного взаимодействия с Афганистаном». Политологи считают, что таким образом стало очевидным несоответствие действительности заявлений России о якобы накаленной обстановке на границе Центральной Азии с Афганистаном. А регулярные заявления со стороны России об угрозе вторжения военизированных групп из Афганистана в страны Центральной Азии являются поиском предлога для сохранения и увеличения российского военного контингента в регионе под предлогом обеспечения безопасности. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммед Калый Абылгазиев просит населения помочь с выплатой внешнего долга страны. На сегодняшний день внешний долг Кыргызстана составляет около 60% ВВП страны или же более 4 миллиардов долларов. Долг страны растет быстрыми темпами, только лишь перед Китаем внешний долг Кыргызстана составляет около 2 миллиардов долларов. Абылгазиев предложил открыть спецсчет, на который граждане, желающие помочь государству, могут перечислить средства для уплаты госдолга. Месяца три назад Таджикистан вынужден был отдать КНР 1400 квадратных километров. По прогнозам экспертов, подобное экономическое положение Кыргызстана может привести к продаже его стратегических активов и даже территорий, как это уже однажды произошло в Таджикистане в 2013 году, когда режим Рахмона отдал Китаю более 1000 квадратных километров приграничной территории. Экономисты считают, что внешние займы являются инструментом больших стран по колонизации слабых стран, с последующим установлением над ними своей политической и экономической гегемонии. Кроме того, подобные займы никогда не бывают бесплатными и содержат в себе ростовщический процент, что является недопустимым для мусульман и считается одним из техчайших грехов. Не секрет, что по нашей территории будут идти коммуникации, экономические коммуникации Китая. И, соответственно, Китай заинтересован, чтобы... Президент Рахмон, находясь с рабочим визитом в Сахдийской области, в очередной раз обратился к близким родителям молодежи с требованием вернуть молодежь в страну. К сегодняшнему дню на родину из 715 лиц, которые обучались в незаконных религиозных учреждениях за рубежом, возвращены 687 человек. 81 жители области все еще находятся за рубежом, пишет прислужба Рахмона. Рахмон также с призывом обратился к правоохранительным органам, главам городов и районов области, сельских джамуатов, родителей и активистов, принять меры по возвращению граждан, незаконно обучающихся за рубежом. Также Рахмон добавил, за год и пять месяцев на территории области раскрыто около 8,7 тысяч преступлений, в том числе 500 преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, что намного больше предыдущих годов. По итогам проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории области к уголовной ответственности привлечены 275 членов партии и организаций террористической и экстремистской направленности. В розыске за терроризм и экстремизм находятся 715 человек. Напомним, что Эмма Мали Рахмон поэтапно реализует в Таджикистане меры по предотвращению возврата народа страны к ценностям ислама и запрета на получение исламского образования за рубежом лишь один из элементов этой программы. Однако, по мнению экспертов, возврат к религии в Таджикистане происходит несмотря ни на что, и с каждым днем все большая часть населения отказывается от навязанных извне русскими колонизаторами идей секуляризма, обретая вновь потерянную когда-то исламскую идентичность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова